МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. И далее некоторые темы выпуска. Испорченный отпуск. Жители города стали жертвами недобросовестной туристической фирмы. Кто пойдет служить, Ямал готовится к осеннему призыву. Сроки определены. Три недели есть у тех, кто хочет помочь пострадавшим на Дальнем Востоке. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года, сообщает Интерфакс. По новому плану, разработанному Минфином, в 2014 году доходы бюджета составят свыше 13,5 триллиона рублей, а расходы почти 14 триллионов, и, соответственно, превысят доходы. В 2015 году по обновленному плану доходы составят 14,5 триллиона рублей, а расходы 15,4 триллиона. В 2016 году оба показателя снова увеличатся. Дефицит бюджета в следующем году окажется на уровне 0,05% ВВП, затем увеличатся до 1%, а следом вновь сократится до 0,06%. Ноль рублей, ноль копеек или никаких долгов у муниципалитета нет. Такую информацию на последнем заседании Городской думы озвучила начальник Департамента финансов администрации Ноябрьска Галина Жигальская. Кроме того, на заседании о проделанной работе за год отчитался председатель думы Артур Коломеец. Он рассказал, что за это время депутаты приняли 135 решений. Особое внимание всегда уделялось вопросам бюджета, ведь ответственность за распределение и расходование бюджетных средств лежит на народных избранниках. Из депутатских инициатив председатель думы выделил запрет на продажу алкоголя в праздничные дни, а также регулярные рейды по торговым точкам с целью выявления нарушений в этой сфере. Еще одна важная инициатива, которая сейчас находится в работе, это создание фонда жилья для молодых специалистов, которые планируют работать в Ноябрьске. Что же касается обращений граждан, то по-прежнему, подчеркнул Коломеец, доминируют вопросы жилья, 85 обращений к депутатам за год, и трудоустройство, 29 просьб о помощи. Но решить эти проблемы быстро получается не всегда. Обманутые путешественники в редакцию новостей нашего города обратились люди, которые жалуются на одну из местных туристических компаний. Причем претензии у всех разные. Чем недовольны люди и каков выход из сложившейся ситуации, выясняла Ксения Епишева. Ей слово. То есть порчен отпуск. Мы давно планировали, давно хотели выехать. Но вот, к сожалению, так получилось. Вместо свадебного Анне и ее супругу предстоит увлекательное путешествие по всевозможным инстанциям. Полиция, прокуратура, суд, место ласкового солнца и голубого океана, смятение, разочарование и пустая трата крупной суммы денег. В августе мы обратились в туристическое агентство «Фиеста Тур». Приобрели путевки в Таиланд. Заплатили мы 81 тысячу. В итоге поступил звонок из туристического оператора нам позвонил, который, в принципе, и должен был получить эти денежные средства и, соответственно, отправить нас по путевке. Но сказали, что, к сожалению, туристическое агентство денежные средства до сих пор не перевело, в связи с чем они вынуждены отменить нашу поездку. Само собой, сразу же Анна обратилась в фирму, с которой был заключен договор на отпуск. Встретиться лично с хозяйкой туристического агентства, говорит женщина, не получилось. Всеобщение ограничилось телефонным разговором. По телефону целища Светлана Леонидовна сообщила, что вопросы сейчас решаются, денежные средства будут возвращены только когда, в каком размере, вообще, каким образом теперь выходить из этой ситуации, непонятно. Причем круг пострадавших гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Паспорта двух жителей города до сих пор находятся в Сургуте. Люди проплатили и поездку, и оформление визы, но в итоге остались без отпуска, и чтобы вернуть документы, должны повторно оплатить оформление шенгена. В такой же ситуации оказался и еще один обманутый турист. В период времени с 15 сентября по 19 сентября 2013 года в дежурную часть полиции поступило три заявления от жителей города Ноябрьска о том, что одна из туристических фирм города получила денежные средства за путевки на выезд за границу, но не выполнила условия договора, то есть не оплатила путевки у туроператоров. В настоящее время по данным фактам проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Вся эта ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Она получила огласку после того, как была опубликована история одного из жителей Ноябрьска, который неделю провел в Тюмени в ожидании, когда проплаченные им деньги будут перечислены в санаторию, куда мужчина отправился на лечение. Сама хозяйка агентства активно вступает в переписку с недовольными клиентами. Вчера на ее странице ВКонтакте появилась весьма красноречивая картинка, которую многие пострадавшие сочли за издевательство. Мы решили наведаться в офис фирмы, однако там дать нам какие-либо разъяснения было просто некому. Попытка попасть в офис фирмы оказалась безрезультатной. Дверь закрыта на ключ. Если верить объявлению, Фиеста Тур не работает по техническим причинам. В тексте того же объявления руководство фирмы обещает связаться со всеми туристами по необходимости. После этого мы попробовали связаться с хозяйкой агентства по телефону. На наш телефонный звонок она ответила и в интервью рассказала, как же получилось так, что и турфирма, и ее клиенты оказались в весьма неприятной ситуации. В настоящее время туристическая фирма «Фиеста Тур» прекратила свою деятельность. И, к сожалению, как турфирма мы больше работать не сможем и не будем. Соответственно, у нас произошла небольшой такой, как сказать, форс-мажор в плане отправки туристов, связанной с тем, что в туризме сейчас происходит такая, в принципе, непонятная ситуация, связанная и с Египтом, с тем, что были закрыты направления. Многие заявки были перебронированы, аннулированы туристы. То есть туроператоры, грубо говоря, аннулируют заявки, задерживают деньги туристам на возврате. Но с этим всем мы просто не выдержали. Обсуждается вопрос по возврату денег. То есть сроки пока не оговариваются, потому что вопрос решается и остается пока открытым. Никто, соответственно, то есть офис у нас закрыт, никто не прячется. Я отвечаю на все телефонные звонки. Соответственно, единственный вопрос пока остается открытым по поводу сроков возврата денег. Со своей стороны, конечно, мы хотели попросить огромное, ну, мне кажется, оно, конечно, никому не нужно, но извиниться, принести, на самом деле, свои извинения за недоставленное неудобство. То, что мы испортили людям отпуск, которые планировали, я знаю, что наши постоянные туристы тоже, в принципе, планировали отпуск. И на самом деле для меня тоже очень жалко, что все так получилось. Но это жизнь, это форс-нажор. В общем, будем надеяться, что стороны все-таки найдут компромисс и проблема разрешится. Ну, а что касается ситуации в целом, то здесь специалисты советуют подходить к выбору туристической фирмы более внимательно и осторожно. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко и Григорий Куроптев. Новости нашего города. В продолжение отпускной темы 30 туристов стали жертвами антисанитарии в одном из отелей Турции, куда заселили в том числе и ямальцев, постояльцев и скусали клопы. Теперь три десятка отдыхающих выселяются из номеров. Люди крайне недовольны условиями, которые создало для них руководство отеля. И в голос твердят о несоблюдении элементарных требований гигиены. Туристы жалуются на отсутствие даже туалетной бумаги в уборных. К тому же, качество питания, по мнению отпускников, оставляет желать лучшего. Сегодня в Ноябрьске вновь произошло ДТП, в котором пострадали люди. Происшествие произошло на промзоне. Дорогу не поделили Форд Фокус и отечественная пятнашка. Правило нарушил водителей на марке, не уступив дорогу в ВАЗу, в результате чего и произошло ДТП. Столкновение оказалось не слишком сильным, серьезных травм никто не получил. Водителю пятнадцатой назначено амбулаторное лечение. Со следующего года набор призывников в армию заметно сократится, пишет сегодня российская газета. Правда, эти изменения новобранцев осени 2013-го едва ли коснутся. Начало реализации проекта Министерство обороны назначило на будущий год. Зато, как обещают генералы, сокращение призывного аппетита почувствуют на себе российские города все без исключения. Дело в том, что армия постепенно переходит на так называемую тотальную профессионализацию. То есть ее костяк должны составлять контрактники, а не срочники. Сейчас в армейском строю находятся около 240 тысяч солдат и сержантов контрактной службы. В планах Минобороны увеличить этот показатель до 425 тысяч военных. Хотим мы этого или не хотим, но армия должна стать контрактной, либо нам нужно рекрутировать призывников как минимум на пять лет. У нас есть призывники только там, где надо готовить мобилизационный резерв, и это важная составляющая нашего подхода. Мы заканчиваем подсчеты, насколько сократим количество призывников, могу сказать, на много. Окончательную цифру, думаю, сможем назвать в ноябре. Но поверьте, это десятки тысяч, отметил министр. Тем временем Ямал начал подготовку к призывной кампании 2013 года. Подвести итоги прошлогоднего и обсудить перспективы грядущего призыва в нашем городе сегодня собрались заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова, представители профильных ведомств и председатели военных комиссариатов муниципальных образований округа. По словам главного военного комиссара Ямала Василия Чичкова, среди лидеров призывной кампании 2012 года – Ноябрьск, Муравленко и Шурышкарский район. В прошлом году на Ямале в армию призвали полторы тысячи человек, что соответствует запланированным показателям. Этой же осенью число призывников планируют увеличить практически на 200 человек. Осенью 2013 года план призыва для нашего субъекта, как сказала уже Татьяна Викторовна, установлен 1722 человека. В лучшую сторону по организации проведения призыва осенью 2012 года отмечались отделы военного комиссариата Ямала-Ницкотонного округа по городу А накануне в городе прошло организационное собрание по вопросам отправки гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения районы Дальневосточного федерального округа. Напомним, соответствующую акцию недавно объявил Окружной комитет солдатских матерей. Одежда, обувь, предметы первой необходимости и даже посуда люди уже начали приносить вещи в офис организации. Здесь все сортируется вплоть до размеров. Собирать помощь комитет планирует еще примерно три недели, после чего груз будет отправлен на Дальний Восток либо автомобилем, либо самолетом в зависимости от его объема. Люди могут приносить вещи в наш комитет, а потом по сбору груза мы будем отправлять все на Окружной центр политического воспитания. Надеюсь, что горожане у нас активные, не остаются безучастны. И вот, так что, пожалуйста, пускай подносят. В завершении выпуска коротко о спорте. Омский «Авангард» проиграл в первом матче после смены главного тренера. 18 сентября «Авангард» возглавил бывший тренер питерского «Скаем» и тищенского «Атланта» Милоша Ржига. Однако Чех не успел присоединиться к команде и о мячами в игре с Екатеринбургским автомобилистом руководил Евгений Корнаухов. Ржига во главе «Авангарда» сменил Фина Петри Матикайнина, уволенного 18 сентября. Встреча между командами закончилась со счетом 4-1. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, во втором команды обменялись голами. У хозяев отличился Федор Малыхин, а у «Авангарда» точный бросок на счету Олега Кваши. По ходу третьей 20-ти минутки Малыхин оформил дубль, а также по разу ворота гостей поразили Эдуард Ливандовский и Тобиас Виклунд. Таким образом «Авангард» опустился на восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 8 очков после 7 матчей. Таковы новости пятницы. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам отличных выходных и хорошего настроения. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 21 сентября в Сельхарде без существенных осадков. Ветер северо-западный, температура 8 градусов выше нуля. В Муравленко пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Температура 6 градусов тепла. В Ноябрьске облачно возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 7 градусов.